Всем привет, мужики! Это мой новый ролик в моем ютуб-канале. Сегодня я решил слететь на гагодробчик, у меня на баллике почти 18 тысяч рублей, а именно 17 899. А в прошлом ролике мне гагодроб очень хорошо выдавал, но я там потом пошел открывать дорогие кейсы, золотой кейс за 28 тысяч рублей. Но в итоге мог остановиться на 40 тысячах, но потом все слил примерно до этого баланса. Короче, сегодня, надеюсь, гагодроб мне будет на всех кейсах выдавать, и на дорогих, и на дешевых. Давайте со старта черная жемчужина, три штучки на 6 тысяч полетели. По-братски можешь выдать, я тебя прошу. Ну, первое падает. Дерьмо, второе вроде падает. Да, за 7 тысяч, найс. Мы по-любому в плюсе, на 1000 рублей. Нормально, даже на 2000, да, я же открывал на 6. Выпал на 8500, я даже, получается, на 2500 рублей со старта ролика в плюсе. Гагодробчик меня прямо вначале радует. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагодробе, вы можете ввести промокод LUDIKYT, нажать, применить и получить плюс 11% к выполнению. Депать можно абсолютно со всего. Скивался карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на баллике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также, за каждую депозитивную рубль вам дают 11 SP-поинт. Что это такое? Короче, переходите как с ними? Переходите в сокровище, и вы вот здесь можете свои SP-поинты поменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 10 тысяч SP-поинтов, давайте нажимаем обменять. Это работает как рандомный кейс, то есть, вот, мне падают перчатки. За 8800 рублей лунный узор, это плюс 88% к пополнению. На самом деле, вот эта штука с SP-поинтами, она всегда жестче, чем промокод окупает. Промокод, он дает 11%. SP-поинты мне ни разу еще не давали меньше 11%. Здесь бывает плюс 100%, бывает плюс 117%, плюс 127%, плюс 200%, даже так бывает. То есть, вот эта штука, это реально жесткая халява. Ты можешь со старта удвоить себе баланс. Давайте перчатки продадим, у нас на балике почти 30-ка. А еще у них есть гонка, вы можете выполнять задание, подниматься с облицей лидеров и забирать призы. Также барабан бонусов, первый раз можете крутануть, если просто реагировать по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду, и вот здесь всю халяву собрать. Все, полетели дальше, открывать кейсы, у меня на балике 29 тысяч. На сегодня наша главная цель, если я подниму большой баланс, а я в принципе его уже поднял, это не слить все в дорогих кейсах, но дорогие кейсы тоже пооткрывать. Потому что, ну я хочу с них окупиться рано или поздно, я в них еще ни разу не окупался. Я открыл кейс, вот этот вот золотой и серебряный. Вот серебряный за 18 тысяч и золотой за 28. Я вот эти два кейса пооткрывал, наверное, ну, в суммарности раз 15, и тот, и тот, если брать. И ни разу меня ни один не окупил. Ну, это, ну, так вообще нормально, так не должно быть, то я буду пытаться окупаться с этих кейсов. Ладно, полетели, чемпион стейдж попробуем. Пять штучек на 6250 рублей. Так, по 90 падает, ну, честно, так себе. Новая вроде дорогая, да, 1700, 3660. Ну, 7500, тут, кстати, да, пацаны, вышла новая обнова, да, сейчас продадим. Я, в принципе, в плюсе. А как, короче, работает обнова? Вот сюда можете перейти, посмотрите, ну, прям попухно, все расписано. Короче, вы открываете кейс, вам падают рандомные монетки, от этого увеличивается фонд, и вы можете принимать участие в этом розыгрыше. Ну, такая сверху приятная плюшка, можете что-либо выиграть. Так, давайте сейчас, наверное, откроем, maybe, какой-нибудь Париж Major за 350 быстро покрутить по 5 штучек вот эти вот все кейсики. 3200, кстати, неплохо, x2. Ну, здесь 1053, уже слабенько, давай еще 5 штук. 2700, Настя, еще мне эта монетка упала. Так, продаем, все, давайте еще 5 штучек. Ну, тут, кстати, монетки часто падают. Я не знаю, выиграю ли я что-то или нет, но, что, проверим, будем пока открывать. Так, я хотел 5 открыть. Блин, мне почти ножик упал с серебряной монеткой. Лучше бы ножик упал, 1600, давай еще 5 штук. 1900, ну, кстати, окупает, да. Ну, новый кейс, ну, кстати, он уже не то, чтобы, ну, прям новый-новый, но кейсик хороший окупает, и меня это устраивает полностью. Так, 1500, ну, все, уже начинает сливать. На балике 34 тысячи, давайте попробуем магический за 2900. Но мистер и кейсы, это спорные кейсы, на самом деле. То они выдают хорошо, то сливают в ноль. Но сейчас, выдало хорошо, найс, мы все продаем, на балике уже почти сороковник. Ну, и что, пацаны? Серебряный нож, по-любому, ну, я понимаю, что я вообще не учусь на ошибках, но я и не хочу учиться на ошибках, пока я не окуплюсь с этого кейса. Это дело принципа. Я хочу окупиться с дорогого кейса. Полетели, за 18 тысяч одну штуку. Спасибо. Охотничий нож, ну, так всегда происходит, я уже привык, ладно, 12 тысяч хотя бы, хотя бы 12 вернул. Хорошо, ладно, не знаю, буду ли я еще сегодня в ролике пытаться открывать дорогие кейсы, но пока я вот лучше луну покручу. Так, валентность, MP9, аугодинамика. Ну, вроде это плюс, да, да, 6200, найс. Так, давайте еще 5 кейсов луна. Да не, вроде, кстати, не, вот это сколько стоит, это же дорого, на 900 рублей. Вот ночной кошмар, если бы качество чуть получше упало, я бы был в очень хорошем плюсе. Давайте еще качество. Не, все равно кейсы, на самом деле, очень хорошо окупают. Но, опять же, у меня складывается такое впечатление, что вот эти все кейсы меня хорошо окупают ровно до того времени, пока я иду и сливаю бабки в этих дорогих кейсах, и я опять пойду это делать. Я, вроде, так что, говорил, да, что больше не хочу. Ну, короче, хочу. По-братски, можешь меня купить? Я тебя прошу, выдай какой-нибудь градиент, они все дорогие. Ну, это просто дело принципа, окупиться с этой... Тычковые наши... Ну, какая городская москва... Ну, за 9700, ну, блядь, ну, я не понимаю, как это работает. Эй, ладно, все, все, сегодня я больше эти кейсы не буду открывать, они меня бесят. И сейчас, я, блядь, столько балика поднял, и в итоге иду все сливаю, все. Ну, хотя бы другие кейсы начинают выдавать, мне кажется, это, конечно, взаимосвязано. Ну, тут, кстати, уже 8200 мне упало. Давайте продадим. Вот это я в минусе, давайте еще пять штук. Ну, что-то, кстати, много говна стало, падает 1100, ну, вот это, может, хорошего... Ну, да, 10 тысяч, нормально, это хорошего качества двойного гонщика, более-менее. Давайте еще пять штук. Ай, 2200, ну, что-то как-то, это, слабенько. Ну, последнее, можно что-нибудь... Да, мужик, ты что выдаешь, какие 7500? Давай еще пять штук. Ну, черная чемчужина, ты же меня часто окупаешь, по-братски. Давай ты будешь меня продолжать окупать. Ау-перс постранения, найс. Ну, более-менее, 57. Кракен, дорогое, 9300. Так, давайте продаем, на балике у нас 17 тысяч. Ну, какие 17 тысяч? А, ладно, у нас есть бесплатные кейсы, давайте их откроем, сейчас буду в хорошем плюсе. Аказимов за 4600, это хорошо, с элитного кейса. Тут еще, пацаны, бесплатные кейсы открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Ну, элитный, это самый жесткий кейс, у него почти всегда падает что-то хорошее, как и с платиного. Ну, вот сейчас упало с платиного 4700, найс. Ну, хоть бесплатные кейсы, какие меня сегодня порадовали, давайте золотой теперь. Так, ладно, можно пойти пооткрывать не по 20 тысяч рублей кейсы, я их не хочу открыть. Взрывной давайте лучше, 3 штучки на 9500, на 9600 даже. Так, 5700 за 9800. Это 5700 сказка стоит 9800, не, понимаешь, что это прямо завода? Мы продаем, у нас на бальке 35 тысяч, начинаем более-менее камбэкать. И я больше не буду повторять свои ошибки, я не пойду сейчас в дорогие кейсы. Не, я хочу, ну, тут что-то не окупило, давайте еще. Я хочу конкретно закончить в хорошем плюсе, а не вот это вот, как я люблю делать. Так, а сейчас давайте попробуем, мэйби, какой-нибудь тикрейт покрутить быстренько по 3500, по 5 штук. 5000, неплохо. Еще монетка эта мне упала. Давайте еще 5 штук. 3200, это вроде как, ну, по идее, плюс, да? Не, это не плюс, давайте еще 5 штук. Вот это уже плюс, найс, давай еще 5. 5800, найс! 3000, но это вроде, это же плюс, да? Или нет? 3000 упал, не, это не плюс, давайте еще 5. Ну, 2300, что-то начинает сливать мне этот кейс, давайте уже уйдем лучше с него, пока мы в плюсах именно с него. Давайте попробуем вместо кейсов под 20 тысяч крутануть один закаленный кейс за 10 тысяч. Здесь просто самое классное, что здесь падают еще фейр спины. И вот с ним, если поймать фейр спины на закаленном кейсе за 10 тысяч рублей, это можно сатэн отсюда забрать спокойно, особенно если 5 штук поймать. А если 15, это я уже вообще молчу. Золотая спираль, но она точно десятку не стоит. 3700. Нет, дорогие, именно дорогие кейсы, это, это что-то не мое на гагадропе. Вот что прям овер дорогие всякие, по 10, 15, 20 тысяч рублей кейса, это не мое, это вообще не мое. Давайте карточка за 4 тысячи, 12 тысяч падает. Я что-то думаю, давайте вот это продадим, и пока мы весь балик не всрали, лучше закончим ролик. У нас на балике почти 40 тысяч рублей, я сегодня подкрыл много дорогих кейсов и при этом остался в хорошем плюсе. Наконец-то я учусь на своих ошибках, и надеюсь в следующем ролике, из-за того, что я не пошел сливать весь балик себе в дорогие кейсы, но меня гагадроп будет абсолютно так же окупать, потому что есть у меня теория, что именно из-за того, что я сливаю все бабки в дорогих кейсах, мне он выдает гагадропчик на более дешевых кейсах. Ну, надеюсь, это просто теория. Короче, мужики, а что-то я запоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете ввести этот промокод и получить плюс 11% А к пополнению. Также не забывайте про свиппоинты, про гонку, про бобобонусов, бонусы, ну, короче, халявы на сайте много. Все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает в продвижении ролика. Ну и все, парню, всем удачи, всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok